Заснеженные дворы, дороги и тротуары. Значительные коррективы в планы жителей Щелковского района внесла погода. Сильный снегопад начался 12 января и продолжается до сих пор с различной степенью интенсивности. Коммунальные службы борются с проявлением стихии с переменным успехом. К счастью, непростые погодные условия синоптики предсказали заранее. Еще несколько дней назад жители Москвы и Московской области узнали о приближающемся снегопаде с оранжевым уровнем опасности. Поэтому вряд ли сотрудники коммунальных служб и управляющих компаний остались в неведении. Так, проезжая часть основных трасс города Щелково утром 13 января была относительно расчищена. А вот пешеходам повезло значительно меньше. Транспорта вижу мало, очищающих тракторов и все прочее. Переходы засыпаны, машины их не видят, ездят, как будто так и должно быть. Тут уже более-менее почищено. А по Сиреневой, конечно, шла. И что дороги, что тротуары не почищены. Я вам могу сказать, что щелкаю 7 по дороге, сегодня утром не чистились. Ради справедливости стоит отметить, что вдоль основных улиц города, таких как Пролетарский проспект и Центральная, тротуары и автобусные остановки оказались довольно чистыми. По пешеходному мостику через Клязьму также можно было пройти вполне свободно. А вот в отдаленных микрорайонах пешеходов и автомобилистов поджидало настоящее бедствие. По улице Комсомольской мамы с колясками передвигались с трудом. Снег под ногами не чистится. Я с дома вышла. Даже во дворе у себя я не могла проехать, потому что везде снег. Убирайте! Участки тротуара в центре города следить за которыми должны непосредственно владельцы магазинов. Очищенные, но при этом горы снега зачастую складируются прямо на проезжей части. Хотя, по идее, должны быть вывезены на специальные площадки. Ну и, конечно, настоящий хаос творился во дворах домов. Пожалуй, пройти пешком здесь в большинстве случаев было легче, чем проехать на машине. Возле дома подъезды нечищенные. До трассы дороги нет. Сугробы большие. Тяжело пока. Доехала сюда, пока дошла. Тяжело. Что ж, будем надеяться, снегопад рано или поздно поутихнет, давая коммунальщикам возможность спокойно разобраться со снежными завалами. Александра Гранич, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».